Продолжение следует... В первые зафиксировано снижение смертности на 6,5%. И это уже обнадеживающие факты. О том, какова сегодня ситуация с заболеваемостью и смертностью от онкологических заболеваний в нашем регионе, какая роль отведена первичной диагностике разговор с доктором медицинских наук, главным врачом Архангельского областного онкодиспансера, главным онкологом Архангельской области Андреем Красильниковым. Здравствуйте, Андрей Валентинович. Здравствуйте. Год назад мы с вами встречались в этой студии, когда Архангельс участвовал четвертый раз в такой благотворительной программе «Вместе против рака груди». Совершенно верно. Да, и вот сейчас говорим о очень хороших результатах снижения смертности от онкозаболеваний. Это что, случайность, совпадение? Нет, это ни в коем случае не случайность, не совпадение. Это результат тех системных усилий, которые прилагались в последнее время в целом по Российской Федерации, именно в нашем регионе, в Архангельской области. Это очень приятный результат, потому что 6,5% вроде бы цифра небольшая, но если говорить в абсолютных спасенных жизнях, а сегодня мы можем это посчитать, исходя из нашей статистики, то 193 человека за минувший год мы спасли. Это очень хороший, внушительный результат, и он абсолютно закономерен, потому что последние 10 лет, безусловно, прилагались очень серьезные усилия. Это были лекарственные программы, это были программы, связанные с первичным здравоохранением, это была программа онкологии, которая 3 года у нас реализовывалась. И мы очень сильно укрепились, мы очень сильно укрепили нашу материально-техническую базу, наши возможности. Ну а после того, как в 2012 году президент обратил внимание на то, что смертность, и в том числе злокачественных заболеваний, это уже не просто медицинская статистика, а уже указ президента, в отношении которого нужно было работать. Ну вот, и я думаю, что все это сошлось, и это первый, я надеюсь, что мы этот результат зафиксируем, и дальше будем наращивать эти объемы. То есть вот этот успех за 10 лет, это результат 10-летней работы. Да, потому что вот эти наши все показатели о том, что вы говорите, смертность, заболеваемость, они рассчитываются на 100 тысяч населения. Это очень инерционные показатели, которые в один прекрасный момент просто так не заставишь. То есть здесь нужно работать в этом направлении. Мы знали, как это делать, мы совместно с Министерством здравоохранения Архангельской области, с первичным звеном, с нашими коллегами. Это результат, безусловно, совместных усилий, очень хороший, и мы надеемся его зафиксировать в будущем. А скажите, какие вообще онкозаболевания распространены у нас в регионе, вот среди мужчин и среди женщин? Знаете, самое удивительное, что в 2014 году на первое место вышло новообразование кожи. Но это актуально и остается. Это сезонное такое заболевание. Нет, в преддверии следующего сезона это абсолютно нормально, потому что это практически ситуация, как в Австралии. То есть если там солнечная инсоляция, то у нас, скорее всего, что все-таки тонкий озоновый слой. То есть северяне, как бы это не парадоксально звучало, вроде бы и солнца особенного нет, но они более уязвимы, потому что мы живем с вами все-таки ближе к полюсу, и чем ближе к полюсу, тем тоньше наш защитный слой. Ну, кстати, вот это самим можно как-то у себя подстраховаться? Безусловно, безусловно, потому что любые, это, слава богу, наружная локализация. Для этого не нужны приборы, для этого не нужны какие-то сложные техники, для этого нужно внимание к самому себе и внимание своих близких, потому что есть такие участки на теле, которые сам ты, к сожалению, видеть не сможешь. Андрей Валентинович, а скажите, какова вообще ситуация с детской онкологией? Каковы причины вот именно у нас в регионе? С детской онкологией ситуация, в общем-то, достаточно благополучная, потому что все-таки онкология — это удел старшего поколения. Это с 35 лет примерно начинается. А детская — это врожденная? Детская — это в основном гематология. Это связанная с кровью, это связанная с такими, но не то чтобы их в абсолютных цифрах не так много. Поэтому с детской онкологией я не стал бы ситуацию как-то драматизировать. Безусловно, каждый случай болезни у ребенка — это серьезная трагедия. Но их не становится больше, нет какого-то ощущения, что происходит что-то с детской онкологией. А причины все-таки? Причины здесь во многом, конечно, они генетические, поломка геномного аппарата. То есть тут вот назвать одну такую простую причину, которая была бы понятна всем, это было бы очень хорошо, и мы бы, естественно, ее устранили. Но, к сожалению, пока современное развитие наук, она не может дать однозначные причины, почему у детского молодого организма возникает вот такое страшное заболевание. Вот мы сказали, что меланому можно все-таки как-то самому повнимательнее, на себя смотреть, зеркало почаще, наверное, осматривать. А способен ли каждый врач, любой, вернее, врач, выявить другие первичные признаки? Безусловно, безусловно. Мы же разработали и в рамках этой программы, и раньше всегда занимались тем, что предлагали первичному звену алгоритмы выявления наиболее часто встречающих заболеваний. То есть по каждому органу, по каждой локализации у нас эти алгоритмы есть. Начиная с фершерско-акушерского пункта. То есть для каждого звена системы здравоохранения, для первичного звена, есть свой алгоритм, есть свой объем, который совершенно спокойно выполняя, можно заподозрить. То есть врачи знают, на что обращать внимание? Безусловно. И здесь я бы хотел обратить внимание, что диспансеризация, которая идет уже второй год, диспансеризация всего населения, если раньше это было только трудоспособное, и понятно, что до 50 лет не так много людей болеет, то сейчас все население осматривается, и качество диспансеризации растет. Складывается иногда такое, знаете, мнение, ну что там диспансеризация, традиционная форма. Но тем не менее, за два года осмотрено 320 тысяч человек, если первый год было выявлено только 150 случаев наших болезней, то на второй год уже 358. То есть довериться врачам сложно, да? Довериться врачам, и не нужно искать, вот мы всегда думаем, что где-то вот пророка в своем отечестве ведь нет. В Архангельске надо куда-то в Москву, из Москвы надо куда-то за рубеж. Но та клиническая база, которая создана сегодня в онкологическом диспансере, это мощнейшее онкологическое учреждение, с теми возможностями, которые, ну в принципе, за редким исключением закрывают весь спектр онкологических заболеваний. Да, вот здесь как раз мы говорим о диспансеризации, да, она вот очень важную такую роль играет. Диспансеризацией мы отмечаем, что качество диспансеризации растет. Если первый год было в практически вот 150 заподозрено, то на второй уже в три раза больше болезней было выявлено. Ну вы можете из-за каждого врача ручаться, что он, заподозрив эти признаки, начнет бить в колокола, да? Я бы очень хотел. К тому же к стоматологу идешь? Я бы очень. Вот, кстати, со стоматологами тоже есть большие проблемы, потому что полость рта — это наружная локализация, но уровень степени запущенности именно полости рта нас очень серьезно беспокоит. Мы говорили о том, что, несмотря, если даже есть частная система, но стоматологи в основном уже практически очень значительная доля работает в частном секторе. Но это не отменяет государственного подхода, это не отменяет то, что если пациент принес свои средства, то вы уже забыли и про онкологию, и какие-то образования, кроме зубов, обязательно полость рта должна быть осмотрена. Нас это тревожит, мы это отмечали, и мы дальше будем в этом году работать со стоматологами. Вы знаете, в Калужской области бубернатор за каждого пациента, которому диагноз «рак» был поставлен на ранней стадии, выплачивает врачам дополнительные бонусы. Хорошая такая система поощрения. Ну неплохо, да. То есть есть показатель выявления рака, и он чем выше, тем ниже смертность, так? Совершенно верно. Если мы говорим о ранней диагностике, то все успехи онкологии — это, безусловно, ранняя диагностика. Сегодня примерно 25% мы выявляем в запущенные случаи. Особенно печально, когда это наружная локализация, та же кожа, та же молочная железа, полость рта. Но я не думаю, что материальный стимул, он, конечно, никогда лишним не бывает. Я думаю, что медработники бы не отказались от этого. Но здесь нужен все-таки профессиональный, на мой взгляд, подход, потому что материальный стимул работает до определенного момента, и нельзя только сводить ко дну. Да, вот вы коснулись частных врачей. Вот здесь-то ведь на них повлиять-то, собственно, возможно? Я думаю, что абсолютно возможно повлиять, потому что какая бы система ни была, государственная или частная, должна работать на интересы жителей того региона, где она находится, где она, получая свою прибыль, платит налоги, но и государственные задачи никто не отменял. Приказ, указ, точнее, президента майский, он ведь не разделяет частная или государственная система. Если вы работаете в здравоохранении, будете добры работать по определенным стандартам, критериям и достигать тех результатов, о которых мы говорим. Я думаю, что вы в курсе, что в рамках госпрограммы по борьбе с раком в этом году заканчивается финансирование статьи по оснащению медицинских учреждений области техникой вот этого нового поколения для диагностики и лечения онкозаболеваний. Вот это скажется на работе архангельского онкодиспансера? К сожалению, этот период благоприятного действительно закончился, но мы получили очень много оборудования. Я надеюсь, что то оборудование, которое мы уже получили, которое запустили, нам позволит достаточно длительное время работать на очень хорошем уровне и не повлияет на качество нашей диагностики или лечения. Нас больше беспокоят сейчас сервисные проблемы, которые совершенно обоснованно сейчас будут возникать. А вот отсутствие поставок в ближайшее время, я думаю, что мы какое-то время еще продержимся. То есть вы можете стопроцентной уверенностью сказать, что уровень оснащения техникой по выявлению рака в Архангельске, он в общем на должных уровнях? Я думаю, что, безусловно, любой уровень, который существует сегодня, можно улучшить завтра. И то, что программы закончились, мы, конечно, к сожалению, об этом говорим, но надеемся, что это все-таки не последнее внимание государства к проблемам здравоохранения, к проблемам пациента. У нас все-таки социальное государство. Я думаю, что мы получили очень хороший импульс, стимул, и в том числе через тарифную политику системы ОМС. Поэтому мне кажется, что вот каких-то глобальных проблем, чтобы вот так сказать, что завтра все останавливается, я думаю, что в ближайшее время это будет. Да, вот Андрей Валентинович, не говорим ли мы только об Архангельске? А что делается в районах? Нет, мы говорим об Архангельской области, потому что систему оказания онкологической помощи нужно четко представлять, что у нас состоит из первичного звена. Ведь онкодиспансер первичного пациента не видит. Мы всегда находимся в взаимодействии со своими коллегами. Очень последнее время. Но всегда у нас была выездная работа. И сейчас мы в районы приезжаем, встречаемся с главами, с главными врачами. И буквально уже на самом высоком уровне района обсуждаем проблемы онкологии конкретных регионов. Мы же наблюдаем статистику по всей области. И по каждому району мы знаем все эти цифры. У нас есть неблагоприятные районы. Но вот нам не нравится уровень, допустим, заболеваемости, смертности, точнее в Холмогорском районе. Совсем недалеко. Нам бы казалось, что да, район очень рядом с Архангельском, там нужна ситуация другая быть. Очень неплохо города в принципе работают, потому что вот если мы опять же говорим про смертность, то практически во всех городах она снижается. А в сельских районах живут такие же наши люди, такие же граждане Российской Федерации, жители Архангельской области. Поэтому сегодня наша задача, вот этот опыт, который мы получили, там где он работает, донести до тех проблемных районов, которые пока, ну может быть, в силу каких-то организационных причин, пока еще где-то немного отстают. Помощь онкобольным бесплатна? Бесплатна. Помощь онкобольным бесплатна. Наличие паспорта гражданина Российской Федерации и полиса ОМС. Рост курса доллара, евро, сказался как-то на закупках препаратов и медицинского оборудования, вот иностранного происхождения? Он скорее сказался на психологическом таком ожидании каких-то проблем, потому что мы помним кризисы 2009 года, и в общем-то, может быть, даже во многом он нас научил тому, что мы заранее проводим все конкурсные процедуры по закупке лекарственных препаратов. Если мы говорим о текущем 2015 году, то все лекарства у нас сформированы по цене ноября 2014 года. А проблемы, как вы помните, начались в декабре. То есть вы укомплектованы? Поэтому мы страховку-то себе уже сделали такую, да, определенную. У нас есть контрактные обязательства, и в них уже зафиксирована та цена, которая была в 2014 году. После 2015? После 2015 мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся, что экономика поправится. И в любом случае, мне кажется, что вот тот уровень лекарственного обеспечения, который сложился, очень хороший. Мы всегда, когда говорим о лекарствах, то как-то вот негативно воспринимаем. Но если даже посмотреть 10 лет назад, современные таргетные препараты, не только импортные, но даже уже и наши отечественные есть препараты, которые вот в принципе, вот весь спектр необходимого нам лекарственного обеспечения, они закрывают. Но, однако же, вот ваше мнение, почему россияне так любят лечиться или предпочитают лечиться именно за рубежом, не доверяя тем же самым лекарственным препаратам российским? Я думаю, что это в определенной степени дань традиции, потому что мы всегда смотрим на иностранцев, как на носителей, и какой-то истины в последней инстанции, ну, по крайней мере, в определенных сферах жизни. И вот то, что касается здоровья, здравоохранения, нам кажется, что там все очень хорошо. Это определенный этап развития общества, когда значительная часть наших сограждан съездят за рубеж, потратят свои личные деньги, не страховой полюс. Когда тебя так накроет, наверное, ищешь. Мы сегодня имеем пациентов, которые приезжают с выписками из Израиля, из Германии и показывают нам те препараты, которые точно такие же препараты есть в наших отделениях, а международные названия не одинаковые. И у них очень сильное такое, знаете, удивление, потому что значительную сумму денег они уже оставили на вопрос, а что же там такого-то сделали, вот что мы-то здесь не могли. Ну, возможно, какие-то заболевания где-то там лечат лучше, я не исключаю этого. Но полностью игнорировать то, что мы уже наработали, то, что у нас есть, конечно, нельзя. Об этом нужно говорить и рассказывать нашим зрителям, пациентам. Почему же тогда так часто мы можем видеть объявления, когда собирают средства на лечение от рака, вот особенно детей? Я бы очень осторожно относился к этому, потому что все объявления нужно очень внимательно смотреть, потому что непорядочных людей, желание заработать на чужой трагедии, оно существует, понимаете, потому что организация лечения, есть экзотические случаи, возможно, что мы слышим всегда о каком-то очень редком заболевании, редком состоянии, которое, ну, возможно, безусловно, лечится за рубежом. Но если говорить о подходе в целом, если, опять же, не говорить о детях, а о взрослых, то прекрасная клиническая база в Архангельске существует, не только в онкодиспансере, это и областная больница, первая городская, Симашка сейчас очень серьезная. А, кстати, а очередь? Очередь, она определяется программой госгарантии. И если у нас прописано, что в течение месяца пациент должен поступить, он в течение месяца к нам поступает. Другой вопрос, что месяц люди не готовы ждать, потому что нужно или прямо вот сейчас, в момент обращения, и представление о том, что рак – это какое-то стремительно развивающее заболевание, оно не совсем соответствует действительности. Это медленная хроническая болезнь. Поэтому очередь, она регламентирована как на диагностические, так и на лечебные программы, она определяется программой госгарантии. То есть, вот все те объявления, когда собираются средства на лечение, их надо очень внимательно смотреть, потому что, безусловно, если есть у людей возможность помочь деньгами, это нужно сделать. Но нужно все-таки делать это адресно и смотреть, какова ситуация на самом деле. Ну и, наверное, завершающие вопросы. Как можно предупредить развитие рака, я думаю, что вы уже не раз об этом говорили, и защитить себя самостоятельно? Я думаю, только активная жизненная позиция самого пациента, самого здорового человека. Это свой образ жизни. Это курение, это употребление алкоголя, это малоподвижный образ жизни. Самое сложное – это поменять себя. Потому что очень хорошо дождаться бы таблетки, которая спасла бы нас от всего. Но реально сегодня, если ты сам меняешь свой образ жизни, это гарантия твоей безопасности в будущем. И какие обследования надо проходить, чтобы обнаружить рак? Вот если мы говорим о диспансеризации, доверьтесь профессионалам, там полный спектр необходимых исследований вполне достаточно. Ну и, наверное, что вы можете порекомендовать в качестве профилактики? Ну, кроме всех перечисленных уже с вами действий. С точки зрения профилактики, я считаю, что нужно активный образ жизни вести. Нужно думать о будущем, да, встряхнуть. Нужно, чтобы и мысли были позитивные, и чтобы тело всегда было тренировано. Это очень сложно, потому что мы все стремимся как-то меньше усилий прилагать для себя и какие-то со стороны. На самом деле это очень простые, но трудновыполнимые рекомендации. С точки зрения профилактики. Ну и обязательно, конечно, не забывать, что раз в два года нужно обязательно проходить диспансеризацию. Спасибо. Я думаю, что мы еще с вами встретимся, чтобы вы нам напомнили, что надо, в общем, занимать активную жизненную позицию. Спасибо. В студии был Андрей Красильников, доктор медицинских наук, главный врач Архангельского областного онкодиспансера, главный онколог Архангельской области. Онкологи всего мира сегодня единодушны. Рак — это не приговор, а автор одной из книг, предназначенный больным раком, добавляет рак не приговор, а серьезный повод измениться. Собственно, об этом мы и говорили. А это никогда не поздно. Вот такие дела. До встречи.